Всем здравствуйте! Мы с вами в кинотеатре «Корстон», и это новый выпуск программы «Киношка» на канале ОТВ с обзором киноновинок недели со 2 по 8 февраля. Смотри наш выпуск до конца, и ты будешь знать точно, что посмотреть в кино. Поехали! Гена, я с тобой поеду! Спасибо, Чебурашка! У нас для вас отличная новость. Квартет И возвращается на большие экраны кинотеатров с популярнейшей франшизой, о чем говорят мужчины. Простые удовольствия. Наши друзья снова собираются прекрасным субботним утром, чтобы прогуляться, выпить шампанского и отправиться в настоящее приключение в глубины мужского подсознания. Их терзают разные мысли. Одного, например, как уволить лучшего друга, есть ли первая любовь, существует ли первая дружба, или как правильно прожить сегодняшний и завтрашний день, никого не обидев. Смотрим, о чем говорят мужчины. Простые удовольствия в кинотеатре Корстен. Следующий наш фильм – ужастик на классическую тему «Метки дьявола». Наша главная героиня Рейчел со своей семьей переезжает в новый дом. Спустя какое-то время жизнь в этом доме для них становится настоящим кошмаром. Дети начинают видеть страшные метки. Рейчел преследует кукла, напоминающая ее погибшую дочь. А в подвале дома начинают появляться странные трещины. Чтобы спасти свою семью, Рейчел должна разгадать тайну места, где был построен этот дом. И еще один ужастик в нашем обзоре – картина «Ведьма-реинкарнация». 13-летняя Лана переезжает из города в деревню к своей экстравагантной бабушке, которая живет с ее маленькой сестрой в большом доме. Маленькая сестра страдает от странного недуга. Вскоре Лана начинает понимать, что бабушка не такая заботливая и болезнью младшей сестры неспроста. Уже четвертый выпуск программы «Киношка» не обходится об упоминании фильма «Чебурашка». «Чебурашка» уже посмотрело 17 миллионов россиян. Фильм стал самым кассовым в истории и идет уже на седьмой миллиард. «Чебурашка» продолжает идти в кинотеатре «Корстон». Так что, если ты не посмотрел, покупай билеты и приходите в кино на «Чебурашку». Неужели «Чебурашка» так и останется самым кассовым фильмом 2023 года? Или выйдет еще какая-нибудь картина, которая сможет либо догнать, а может и перегнать рекорды «Чебурашки». И такая картина есть. В апреле, в день космонавтики, выйдет фильм «Вызов». Это первая картина, снятая в космосе. Так что готовимся к апрелю смотреть кино «Вызов» в кинотеатре «Корстон». Ну и в завершении нашего выпуска мы разыграем два билета на фильм, о чем говорят мужчины, простые удовольствия. Скажите, сколько суммарно франшиза, о чем говорят мужчины, собрала в российском прокате? Кто будет ближе к правильному ответу, тот и получит заветные билеты. Ваши ответы оставляйте под выпуском программы «Киношка» в ВКонтакте в комментариях. Это была программа «Киношка» с обзором кинновинок недели со 2 по 8 февраля. Не забывайте приходить в кинотеатры по пушкинской карте. Пока!